Забеги по пересеченной местности для Елизаветы Ляпиной стали уже привычными. Но в этот раз на фестивале «Тавла-трейл» спортсменка решила бросить себе вызов и выбрала самую длинную дистанцию – 32 километра. Елизавету ждали непростые участки – затяжные подъемы, сложный рельеф, лес и поваленные деревья. Участников на дистанции Т-20 и Т-32 ожидал брод. Елизавет, он многим мужчинам был примерно по грудь, женщинам по шею, в зависимости от роста. Было такое препятствие, конечно, организаторы о нем не говорили. Было полной неожиданностью, увидев после шестого километра. Елизавету такое неожиданное препятствие не остановило. Она переборола себя и смогла перебраться на другой берег. Такую длинную дистанцию девушка выбрала еще и в качестве подготовки к следующему, более серьезному трейлу. Фестиваль «Тавла-трейл» прошел на территории села Подлесная Тавла, Республики Мордовия. Саровчанка заняла второе место среди женщин на дистанции 32 километра, пробежав ее за 3 часа 13 минут 30 секунд. Уступила 18 минут девчонке, которая заняла первое место. Но для меня это было больше как преодоление себя, а не для того, чтобы победить. Все-таки ты бежишь в трейл, ты наслаждаешься природой, ты бежишь в своих мыслях. И тут даже, наверное, больше главное не победа, а вот именно это участие и наслаждение природой. Вместе с Елизаветой в трейле участвовала и ее мама Алла Радимова. Спортсменка заняла первое место в своей возрастной группе на дистанции 10 километров. Елизавета Ляпина занимается лыжными гонками с 11 лет. И бег – основа летней тренировки, чтобы всегда поддерживать себя в форме. В качестве летней подготовки мы всегда бегаем, чтобы не потерять форму, наоборот, ее набрать к лыжному сезону. И как раз именно трейлы, они помогают подготовиться к зимнему сезону, потому что ты бежишь, это все-таки на выносливость, особенно если бежишь довольно-таки такую длительную дистанцию. Елизавета Ляпина не ставит себе цели взять высокие звания. Прежде всего, спорт приносит девушке удовольствие и позволяет поддерживать себя в тонусе. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.